УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ Английская сказка Далеко на севере Англии в графстве Йоркшира в замке, что стоял между рекой и могучим сосновым лесом, жил человек, которому были доступны многие тайны, он умел превращать в стеклянных пузатых колбах жидкую белую ртуть в твердое желтое золото, умел, глядя на звездное небо, предсказывать судьбу, и мог, не выходя из своей комнаты, что была расположена в головой башни замка, видеть события, которые происходят за многие сотни миль от Йоркшира. В комнате в камине постоянно горел огонь, а на столе лежала книга в переплете из черной воловьей кожи с медными уголками и застежками. Эта книга запиралась на ключ, который Чародей всегда носил у себя на поясе, потому что именно в ней были те волшебные заклинания и заговоры, с помощью которых он творил чудеса. Для того, чтобы постоянно поддерживать в камине огонь, а он был нужен ему для или опытов и превращений, Чародей держал в замке мальчика. Тот считался его учеником, и поэтому хозяину время от времени учил его каким-то пустякам, например, искусству изменять в небе форму облаков или превращать безобразных неоперившихся птенцов в прекрасных быстрокрылых птиц. Но мальчик был не по годам смышлен, нетерпелив и хотел как можно скорее познать тайны, которыми владел Чародей. И вот однажды, когда хозяин замка уехал в соседний город на рынок, а даже Чародеи должны иногда пополнять запасы хлеба и мяса в своих замках, мальчик вошел в заветную комнату и-о, чудо! Тире увидел, что на столе, рядом с книгой, лежит забытый хозяином ключ. В комнате было тихо, так тихо, что стало слышно, как испуганно забилось сердце мальчика. 1- Что делать?- подумал он. 3- Оставить все как есть уйти или открыть замок и посмотреть, что написано в этой книге? 1Он подумал так, потому что Чародей никогда не открывает при нем книгу, и он никогда не слышал записанных в ней заклинаний. 3- Второго раза мне не дождаться, будь что будет!- и, решив так, он вставил ключ в замок и повернул его и, раскрыв книгу, 9прочитал наугад первое заклинание. 1Не успел звук его голоса замереть под сводами комнаты, как стены задрожали, огонь в камине с шипением погас, оттуда вырвался клуб черного дыма, 1и посреди комнаты возник огромный безобразный человек, облик которого был зыбок, а лицо выражало одновременный гнев, и покорность. 5- Что прикажешь? 0Ты вызывал меня,- сказал дух, а что это был именно дух, мальчик догадался сразу. 0- И я! 0Я!- растерялся сперва ученик, но он был неробкого десятка, быстро пришел в себя и сказал,- сейчас, подожди немного. 0- Что бы заставить его сделать?- размышлял он. 5- Построить еще один замок? 0Или заставить принести сюда сундук с золотом? 0Или свистя вместе луну и солнце, чтобы, столкнув, затмить их свет, как это было уже не раз?- придумал. 0- Он сказал,- в лесу за ручьем я видел как-то небольшой гранитный лук. 3Он лежит около раздвоенной сосны. 3Я хочу, чтобы ты расколол его ударом молнии, а я чтобы стоял в это время неподалеку, все видел и остался невредим. 0- Странное желание. 0Хорошо ли ты подумал?- пробормотал дух, поднял руки, и они оба из полутемной комнаты очутились в лесу на ярком солнце среди бронзовых, 9облятых душистой смолой сосновых стволов, уходящих вершинами к самому небу. 0Рядом с ними лежал на земле камень. 1Не успели они очутиться около него, как из безоблачного неба ударил гром, над камнем выросло ветвистое огненное дерево, камень развалился пополам, 1а огонь с шипением ушел в землю, наподобие того, как уходит в нору потревоженная змея. 0Но, пролетая меж сосновых стволов, молния опалила их, смола воспламенилась, деревья вспыхнули как свечи, пламя с ревом понеслось по лесу. 9- Берегись! 9- Воскликнул дух. 9- Видишь, звери и птицы уже бросились бежать. 9Действительно, пожар охватил весь лес, могучие деревья на глазах у мальчика превращались в обугленные столбы, которые с грохотом рушились, 9взметая тучи искр. 9Вокруг него горели, извиваясь как черви, ветви кустов, а трава, вспыхивая, превращалась в зеленый дым. 9Гул, грохот, нестерпимый жар. 9Ручей у стен замка испарился, а по самим стенам побежали дымные трещины. 9- Воды! 9Скорее как можно больше воды! 9Илий воду! 5- Закричал мальчик. 9Услыхав приказ, дух взмыл воздух, и тотчас с неба хлынул дождь. 9Он был такой плотный, словно там, наверху, открылись шлюзы плотины и сверху изверглась река. 9Огонь, шипя, выбросил тут и там струю пары, он быстро погас, черные потоки-вода, перемешанные с углем и сажей, 9- понеслось мимо мальчика. 9Пожар прекратился. 9- Уф, как славно! 9- Закричал ученик-чародея, подняв разгоряченное, перепачканное копотью лицо, подставил его дождю. 9- Воды, как можно больше воды! 9- Повторяло над ним послушное эхо. 8Дождь лил не переставая, вода быстро прибывала. 9Вот она уже заполнила в лесу все низины, деревья оказались по пояс в воде, ручей у стен замка вышел из берегов и превратился в пенную реку. 9Мальчик, спасаясь от воды, вскарабкался на развилку сосны. 6У его ног проплывали унесенные потоком мертвые косули, лисы, зайцы. 9Сквозь пелену дождя виднелся замок, стены его уже до половины погрузились в воду, деревня рядом с ним на холме превратилась в остров. 9Среди домов метались, как потревоженные муравьи, люди. 5Вода достигла его ног. 9- Что делать? 9- В ужасе подумал мальчик. 9- Как отогнать воду? 9Что может спасти нас? 9Ветер! 9Ну, конечно, он! 9И, запрокинув голову к небу, закричал, 9- Ты слышишь меня? 9Про гони воду! 9Дуй, дуй изо всех сил! 8Тогда послушный дух, до ушей которого долетел слабый голос мальчика, принялся дудь. 1Сперва ветер был слабый и только отогнал тучи, из которых шел дождь, потом он стал сильнее и повсюду по воде побежали черные шквалики. 9Ветер еще усилился. 9Вода повернула и стала уходить из леса. 9Прекратила свое течение и река, она тоже обратилась вспять и скоро превратилась снова в ручей. 9Но покорный дух старался изо всех сил, ветер становился все крепче, он уже бушевал, гудели вершины деревьев. 9Не выдержав напара воздуха, рухнуло первое дерево. 9Ветер стал ураганом, по воздуху неслись сорванные в деревне крыши, с одной из башен замка-с самой высокой-слетел шпиль. 9Прячась за сосну, мальчик пытался крикнуть, но теперь ветер унес и его еле слышны слова. 9Под напаром урагана рухнул лес, начали распеподаться стены замка. 9И вдруг все прекратилось, воцарилась мертвая тишина. 9Этот чародей увидел издалека пожар и наводнения, быстро вернулся в замок и, открыв черную книгу, успел прокричать заклинания. 5Мало того, он нашел нужную страницу, прочитал ее вслух, и поваленные деревья снова поднялись, лес зазвенел, крыши вернулись по воздуху на свои места, 9а замок принял прежний вид. 9И только тогда мальчик поднялся с земли, шатаясь от слабости, перешел по мостику через ручей, вернулся в замок. 9Чародей сидел в своей комнате за раскрытой книгой. 9- Я вижу, ты не оправдал моих надежд,- печально сказал он, глядя прямо в глаза ученику. 5- Смотри, огонь в камине погас. 9Собери свои вещи и ступай. 1Так невесело окончилась история, которая началась с пустяков, с ключа, забытого около книги, и желание расколоть небольшой камень.